Воспевая красоту и богатство родной земли, Михаил Бегер создал немало совершенно необыкновенных по своему духу стихотворений, многие из которых впоследствии зазвучали в песнях. «Жизнь поэта для песен и посоха, в нем души, а не разума речь». Эта стихотворная строка Михаила Леонидовича подтверждает жизненную и творческую концепцию автора – писать и чувствовать сердцем. Только так, по мнению поэта, рождаются настоящие, нужные и востребованные читателем стихи. «Я никогда тему не ищу, я никогда тему не обдумываю, я никогда не продумываю, что я буду писать, как я буду писать. Вот идешь, видишь, наверное, вот тебя увидел, ты хорошо улыбаешься, да, красиво. Ты улыбаешься, мне понравилась улыбка. Удается стихотворение, оно живет. Не удается, я его сам выбрасываю или как сжигаю». За свои заслуги и личный вклад в развитие многонациональной культуры России в 2003 году Михаил Бегер награжден Лермонтовской медалью. А самая лучшая оценка его творчества – это то, что его произведения знают и любят во многих уголках России. Михаил Бегер – всегда желанный гость в библиотеках, школах. Дети с удовольствием с ним общаются, слушают его стихи. Михаил Леонидович – желанный и частый гость нашей библиотеки. Мы с ним часто проводим вечера, литературные вечера, литературные встречи, которые всегда проходят на высоком уровне. Он с удовольствием всегда идет на контакт с детьми, на контакт с нами. «Я хочу от всей души ему пожелать крепкого здоровья, долголетия, что у него были настоящие преданные друзья и, конечно же, вдохновение, вдохновение на творчество». Бегер с удовольствием пишет гимны для образовательных учреждений, когда его посещает муза. Несколько лет назад он написал гимн для гимназии номер 17 Черкеска, которые полюбили ее учащиеся. Гимназадая школа, три для детства, до всем, до всех пути, дороги вдаль и ввысь. И чтобы нам летать, одно дано нам средство, где гранит наук, учись, учись, учись. Вся поэзия Бегера – это признание в безграничной любви к России, переживание за ее судьбу и боль ее народа. О творчестве Михаила Бегера можно сказать много, но, несомненно, отличительная черта его произведений – это бережное отношение к языку. Поэтому подрастающему поколению особенно полезно изучать его произведения. «Я бы хотел отметить, что я горжусь своей дружбой с таким талантливым человеком. Изумительный человек, изумительный поэт, очень талантливый, очень веселый человек. Спасибо большое, Михаил Янидович. Я с удовольствием всегда с ним общаюсь. Очень остроумен, очень находчив, вообще замечательный человек». Писать Михаил Бегер начал в раннем возрасте, но по-настоящему увлекся поэзией лет в 12, когда осмысленно прочитал Тютчева и Сенина Блока. Первые его стихотворные пробы были напечатаны в 15 лет в газете «Комсомолец Донбасса». С тех пор свет увидели пять сборников Михаила Леонидовича под такими названиями, как «Я чертовски устал», «Я к вам иду», «Молитесь о России», «Симфония на кончиках пера», «Моя журавлина Русь». Необыкновенное умение стройной рифмы отражать действительность и общественное настроение, передавать собственные чаяния и красоты родной земли возвели нашего известного земляка-поэта Михаила Леонидовича Бегера в статус народного писателя Карачаева-Черкесии. «Из-под его пера никогда не выйдет ничего слабого. Всегда будут крепкие стихи и музыкальные стихи. Они отличаются музыкальностью. Он же пишет и музыку тоже. Поэтому многие песни он сам написал музыку. Это для нашего города гордость. Это достояние нашей Карачаево-Черкесии». «С детства писал стихи, и мы его не понимали в детстве. А вот сейчас уже, когда повзрослели, вчитываешься в стихи и чувствуешь подъем души. Такие стихи, которые за души цепляют. Здоровья, здоровья и здоровья. Что еще можно пожелать в нашем возрасте? И творческих успехов. Дай Бог, чтобы его стихи публиковались, чтобы он стал народным поэтом всей Российской Федерации». Еще одна характерная черта Михаила Бегера – это самокритичность и требовательность к себе. Да, говорит юбиляр, много стихов можно создать за короткое время, но будут ли они отголоском души или просто набором срифмованных предложений? Ответ на этот вопрос и определяет судьбу любого стихотворения. Михаил Леонидович уверен, что любой человек – уникальная личность, которая является неиссякаемой кладезью для творчества. «Каждая тварь по нутру и крови, кто бы он ни был и чем бы он ни был, просит немного тепла и любви, и голубого хорошего неба. Конечно, друзья помогают, общение с друзьями. Вообще общение с людьми, оно же делает человека богаче. В каждом человеке что-то есть такое, которого в другом человеке нет. Понимаешь? Вот ты не знаешь человека, ты его не знаешь. Подошел ты с ним, заговорил, смотришь, столько открылось. Над чем ты еще никогда не задумывался. За плечами юбиляра солидный жизненный багаж, который нет, не гнетет его, а наоборот делает сильнее, мудрее и ближе к житейским истинам. Михаилу Бигеру удается быть строгим и честным перед собой, не теряя при этом запала, оптимизма и той светлой романтичности, которая свойственна юношам в 17 или в 20 лет. Я к вам иду, вы слышите, иду, согибенная, под стяжкой ножеветой, на радость вам и ножку иду, я к вам иду. Вы слышите, иду, иду войной за честь человека, я к вам иду. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.